Борьба с коррупцией в действии. Глава Совета Министров Крыма Сергей Аксенов порекомендовал всем чиновникам, кто не чист на руку, уйти в отставку по собственному желанию. Сегодня это коснулось министра здравоохранения Республики Петра Михальчевского, его замов и главврачей Симферопольских больниц. Кроме того, крымским производителям социально значимых продуктов дали одну неделю на то, чтобы урегулировать цены на продовольственных рынках. Продолжит Елена Бережная. Сын у меня в основном покупает лекарства, у меня давление, он для меня покупает. И когда я спрашиваю, сколько стоит это, он говорит, мама, тебя это не касается. Пенсионерке Дени Лупекиной повезло. Таких случаев на практике немного. Как правило, с подорожанием люди сталкиваются лично. Но такого резкого скачка цен, как в переходный период, еще не было, жалуются крымчане. Если раньше я могла купить себе лекарства, скажем так, за 700 рублей, то буквально за два, за три дня его цена поднялась до 900, до 1000 рублей. Поэтому цены растут и будут расти дальше, мне кажется. Цена большая, меня это не устраивает. Мы смотрим, лавируем, делим на три и сравниваем, что и как, что купить, а что нет. Цены на лекарства, ситуация в крымских больницах и на рынках, а также то, что происходит с гуманитарной помощью из России, обсудили в Совете министров Крыма. Разговор получился непростой. Первой с докладом выступила вице-премьер Лариса Апанасюк. Она заявила, помощь, которая поступает в Крым из различных регионов России, оказывается в частной продаже. Лекарства, продукты питания, топливо и техника зачастую просто не доходят до получателей. Республиканская прокуратура совместно с МВД регулярно проводит проверки. Нарушения обнаружили почти во всех районах полуострова. Введение учета. Не систематизируются данные по ведению гуманитарной помощи, по донорам и по видам гуманитарной помощи. Нет реестра непосредственных получателей гуманитарной помощи. Не ведется бухгалтерский учет поступающей гуманитарной помощи, то есть не составляются товаротранспортные накладные. Не налажена работа по сбору оперативной информации и о потребности подведомственных учреждений в тех или иных видах товаров и медикаментов. По этим фактам уже возбуждено несколько уголовных дел, добавила Лариса Понасюк. И в основном нарушения связаны с распределением медикаментов структурными подразделениями Минздрава. Глава правительства в свою очередь заявил, помимо неразберихи с гуманитарной помощью и непомерных цен на препараты, в медучреждениях продолжают требовать деньги с пациентов, нарушая при этом все требования законодательства. Фактов таких более чем достаточно, вот я вам хочу сказать. И с учетом того, что медицина сегодня полностью работает по сути в неофициальном режиме, я лично не вижу другого выхода, как предложить нашим коллегам из Минздрава, Петру Семеновичу, его заместителям, там, чалой господину Мусаеву, а также главным врачам больниц на территории города Симферополя, пока, если у вас есть совесть написать заявление об отставке. Предложение в данном случае это, ну, так сказать, совет к действию, Петру Семенович, вам и вашим коллегам. Да, вы можете идти его реализовывать. Спасибо. Главным врачам такой же совет, дружеский. И такая участь ждет всех, кто не хочет следовать букве закона и работать на благо республики, пообещал Сергей Аксенов. Следующий ультиматум прозвучал от министра экономики. Светлана Верба заявила, у предпринимателей есть неделя на то, чтобы урегулировать цены на продукты питания. Установить недельный срок, это как вот недельный, последнее предупреждение, для всех субъектов хозяйств, которые реализуют и продукты питания, и медикаменты, для пересмотра цен и устранения спекулятивных схем по ценообразованию и спекулятивных торговых надбавок. А после этого срока рекомендовать прокуратуре осуществить проверки, регулирование, в соответствии с нашим постановлением, если необходимо привлекать для этого наших специалистов. Чтобы бороться с этими проблемами, первый вице-премьер Рустам Тимиргалиев предложил создать на базе СовМИНа рабочую группу, в которую войдут представители ФСБ, антимонопольной службы и республиканской прокуратуры. Для того, чтобы еженедельно под вашим руководством проводить совещание, оперативно реагировать всеми доступными способами для борьбы со спекуляцией на цены. Потому что, к сожалению, очень часто причины роста цен не объективные, а спекулятивные. Глава правительства Сергей Аксенов также посоветовал коллегам забыть о выходных до тех пор, пока Крым не искоренит все погрешности и полностью не перейдёт на российское законодательство. Елена Бережна, Андрей Трещук, Время новостей.